Привет, дорогие друзья, я слегка приболел, что со мной бывает крайне редко, но метко, знаете, раз в 10 лет, вот, но я все равно остаюсь с вами, а это наше, я сейчас это вот обращение записываю, блин, с четвертого раза, потому что я просто накашляю, это наша традиционная раздача пенсии, я назову это 27, 27, а почему 27, вы послушаете и поймете, наверное, 27 на льдине, пока. У меня обед будет теплый. А та вообще нежная была, вот она ляжет, а он прямо на руки ложится, как человек, лежит на руки. Вот эту камину, такую нам дали, а это ее... Ну, люди дали, вот это вот, люди дали, а это я получила, когда? Года три тому назад. Да, куда? Ну, лишь на год то, что обещали, и не привезли. Обещано, три года ждут, я вон в холоде. А где включается свет? Там, это самое, за холодильником. Подожди, Римка, подожди, а то ты там, сейчас поломаешь, я сама. Ой. Там уже его кто-то, это самое, тоже думали, что вверх или вниз. Рима, 76. Будет вот в марте месяце. Ты ровно и говори. 75 тебе ровно. 75, 76. Первый день войны мы все были в бомбоубежище. Из бомбоубежище, который мне сказали, что рабочим людям тут оставаться. Я и осталась тут. А их вывезли все в общежитие. Автобус подъезжал и... Автобус вывез. Кто хотел, тот и уехал. И на третий день автобус пришел. И кто желает, давайте это самое, собирайтесь, и это самое, мы вас будем возить. Ну и в ту общежитие приехали, вывезли с 13-го, с 14-го общежитие вывезли. А у нас здесь кто поедет, ну у нас еще много осталось здесь. Много осталось. А так, мы были до октября месяца здесь, уже холодно стало. И кострышки, печки елали на улице. Здесь свет еще был, к тому и света не стало, ни воды не стало. Все разбили, везде все ходили. И на огород ходили, воду искали. В 13-м доме они были. Ну, ребята сами виноваты. Такой обстрел, они успели приехать до обстрела. Там они 13-е, то что окна ставили, и это самое, они успели приехать. Там они переодевались. Зашли, и начался обстрел. Обстрел такой большой, они переоделися. И вышли в подъезд. Ой, у подъезда. Около двери. И их троих ранило там. И все. Одному руку, а мне снаряд упал. Я в третьем этаже, как этот. Упал снаряд около дома, и осколки прямо в хату. И я вот так сидела на диване. Дверь закрыта была, и выкинула в коридор меня. И я на это ухо не слышу. Я зато и повалячиваюсь вот так. Грузили все электронные эти приборы. А как вечером, как дали, с града, все сгорело. Вы, Таня, в 16-м доме. В 16-м доме. Дочке спину сняли, это весь. А у нее голова отлетела, и подобрали. А у этого, у этого, у Женьки, внучку. Сколько, 12 лет девочке было? Это на дороге. Блокпост. Ой, в 17-м доме бабушка тоже, что уже когда уже все, все. Это самое, зима была. Она одна осталась, эту, Нину, или как ее было звать? А, да-да, Нина. Ну и что, жрать нечего было, и собачонка ей. Чего сын ее не взял? Она с голодой умерла. И лежала, я не знаю, сколько там. Или собака съела ее, или грызла. Она же тоже голодная была. У нас сама одна комната, в комнате лежала, и померла на кровать. Ну, зима, снег засыпано, она не могла даже до площади. А у нас здесь магазины же сразу не стало. Сразу, на третий день, все померло. Голодные, холодные. И она не могла сходить на площадку за хлебом. И не было никого. И она умерла. Где вот сейчас у нас основка, сейчас поставили. На этой, около остановки, муж с женой из 17-го дома шли на ту первую площадку. Тоже попали под снаряд, убила. А, муж с женой? Да. Они, они на Гроварях где-то там снимали квартиру. В 17-м доме жили, оттуда много снимали квартиру. Пришли на огород на свой здесь. Все, это самое, и вечером пошли домой. Вот сюда, где сейчас остановка. Дошли, и они рядом шли. И как этот снаряд попал прямо в них и обоих. Уже им там, уже знают все про это. И все равно это самое. Все равно стреляют. Налетают, нагнетают это самое. И там вот люди сколько на передовой там это самое тоже. Ну где вот это под контролем там, это этих, это самое, Порошенко. Там убила, да и сколько уже женщины плачут. Боятся. Люди боятся. Боятся люди. Ну боятся. Вот они выходят, когда это самое, этот газ подняли. Люди выходили в Киеве. Так они только за газ. А никто, я вот это слушаю все время, никто не крикнул, ничего никогда не сказал, чтобы выйти и сказать, заканчивай войну. Никто боятся. Да что, боятся. Да. А вот показывали по телевизору одну женщину, как двери-то выбивали в Киеве. Не видели? Видишь, пошла она цветы этому, это самое, положите. И ее это, и вот так вот. А сколько журналистов там уже в тюряге сидят и поубивали своих журналистов. Как вот он сейчас говорит. Чтоб журналистов, не только своих, и иностранных, чтоб никого не было здесь. Чтоб не видели. Вот я сегодня же пришла, не пускали, а пришла через коттеджи прошла. А мы вот сидим... Сейчас я ее проведу, я им скажу. Ну это машины, я говорю, не могут. Да и даже не машины можно. Поэтому по телевизору какая-то передача была. А там на той площадке никто не живет, людей нету. А если нас здесь 20 или сколько человек живет, мы не люди? Нам ничего не надо сюда? Я уже и список делала, передавала. Вот этих депутатов этих, кто там сидят по комнатам. Ну приедьте, посмотрите, что вы по этим самым сидите. Вот, у меня же город даже есть у нас, по Куйбышевской. Ни разу я еще не бачила. Мартынов был, Мартынов был. А, Мартынов был приходько когда были. Приходько был. А этот новый? Они часто приезжали. А этого и не знаю. И все время что-то да привезут. А потом как их убрали? Одеяло привозили. Вот эти, вот эти привозили. А сейчас никого нету. Как будто точно тут у нас никто. А это вы этот раз привозили? Ой, большое спасибо. Вот, видите, какой хороший он. А еще есть у нас кошки, не только это. Да, у нас 7 штук. Котикам надо. Собаку узнала ее. У нас телефон вот есть, а что толку? Никто не может дозвониться. Ни я не могу дозвониться, ни мне. Связь плохая. С комнаты не берет. Так и общались с людьми, как вы общаетесь. Как вот, скажи, у меня слезы текут. Когда она это самое вот... А ребята, когда... Вот мне тоже те как-то, они сюда заходили. Я с первого дома сразу говорю. Ребята, так, вы в городе живете? Я говорю, так скажите, что там, когда война окончится. А потом мы уже будем разговаривать. А мы не знаем. Зачем далеко идти? А вон был убежище. Бандерка была, Галька. А, я с ней ссорилась. Ну, мы поспорили с ней. Она говорит, что... Это ваши стреляют. Это... А я говорю, какие ваши. Я говорю, наши победят все равно. Все, Донбасс больше не будет с Украиной. Она, нет. Это самое, только Порошенко, это самое, Украина победит. Я говорю, блин, давай, вначале еще... Выгнали мы. Я говорю, давай спорить. И вот, она ко мне приходит сюда. Она же в семнадцатом доме... А у нас огороды вместе с ней. Огороды, и она сюда заходит. Ну, я... Она не напоминает, и я не напоминаю. Ждем, пока это самое, мир будет. А когда мир будет, тогда это самое. Скажем, как было. Ага. Спасибо вам. Вам спасибо. И здоровья, чтобы так и общались с людьми, как вы общаетесь. Как вот, скажи, у меня слезы текут.